Докопался до останков. Амар Хаписов из Левашинского района давно увлекается палеонтологией. Все свое свободное время мужчина проводит в горах в поисках останков древних животных, фрагментов растений. И тут сенсация. В ходе раскопок в Акушинском районе Амар нашел останки ихтиозавра. И это далеко не первая его находка, и так как их негде хранить, все найденные элементы древности нашли свое место в гараже Амара. Там побывала и воочию все увидела моя коллега Луиза Раджабова. Ей слово. То ли челюсти, то ли клюв. Десятки зубов, превратившиеся в камень. Окаменелая голова отдаленно напоминает крокодила. Неизведанное существо, которое нашли в горах Дагестана. Сколько башмаков угробил Амар, пока бродил по селу в поисках чего-то интересного, не знает никто. Зато все знают о его уникальной находке. Палеонтолог-любитель обнаружил в Акушинском районе, соседнем с его родным Левашинским, ценные останки древних рыб. Фрагменты горных пород со следами растений, даже зуб мамонта. И главное – ихтиозавр, которому около 100 миллионов лет. Глаз ихтиозавра. Фактически это не глаз, он имел достаточно крупный глаз, он имел, видимо. И вот эти пластины, это костяные пластины, которые закрывал, он нырял глубоко. И давление воды, чтобы глаз не давил, он закрывал глаз вот этими костяными пластинами. В мире подобных находок очень мало. Скелеты ихтиозавров есть в палеонтологических музеях Германии и Великобритании. В Москве хранится лишь отиск этого животного. Ранее на Кавказе находили отдельные фрагменты рептилии, но недостаточно хорошей сохранности. Это, например, сложный, намного сложный, его без поломки выбить отсюда. У Амара много увлечений. Помимо раскопок, он пчеловод и садовод. Сегодня к нему приехал давний друг, палеонтолог-любитель с Краснодара – Вадим. Он помогал энтузиасту извлечь скелеты рыбоящера, а это довольно кропотливая работа. Целый день было очень много работы тяжёлой. Скальник доставали, это сейчас он в таком виде красивом. Тогда были невнятные кости, непонятные совершенно. Когда череп пошёл, зубов видно не было. Мы думали, что он без зуба. Найденный Амаром ихтиозавр – предположительно один из последних особей, обитавших в Дагестане во время существования Дреднего океана Тетиса. Ихтиозавр питался рыбами и ракушками. У животного отлично сохранились голова, грудные кости и передние ласты. Этот детёныш был минимум 5 метров. Взрослые ящеры достигали 12. Один раз его уралили. Посетители. Вот передний час пришлось клеить сарат. Свою находку он считает достоянием Дагестана и России. Амар признаётся, хочет, чтобы как можно больше людей увидели его находки, узнали новое. Но в республике нет специализированного музея. За последние годы коллекция палеонтолога-самоучки пополнилась сотнями образцов. Места на полках гаражей уже нет. Амар решил построить музей на свои деньги, где разместит сотни уникальных находок и будет встречать туристов. Сюда, во-первых, приезжают не только из Дагестана, и со всей России сюда приезжают, и за границей тоже приезжают. И очень большая просьба к нашему правительству и другим чиновникам, чтобы оказали финансовую помощь этому человеку. Таких людей надо поддержать. Находок с каждым годом прибавляется, и главное – всё это сохранить, признаётся Амар Хаписов. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Нижний Чугли, Левашинский район.